как идет процент звук как не слышно спасибо спасибо начнем запись я надеюсь что меня хорошо слышат и в процент социал масс-медиа на всех каналах который сейчас транслирует ясно спасибо плюсики есть слава богу значит меня слышно сейчас я посмотрю может быть он меньше или да должно быть меня слышно достаточно хорошо итак дорогие друзья давайте пойдем все где дальше все дальше и дальше все выше и выше все ближе и ближе к цели вот и процесс продолжается и это радует поэтому поэтому значит запись идет меня слышно все есть я головой верчу потому что действительно у меня два компьютера пока еще состоят но ничего не поделаешь на вопросы буду шум да шум в вконтакте да помехи есть по звуку так что нам делать давайте сейчас я посмотрю устройство воспроизведения так а как сейчас меня слышно вконтакте иван плохо слышно ну вот значит надо что-то будет предпринять я сейчас ничего не могу сделать мы иначе будем долго настраиваться да шум идет идет звук через через компьютер да сейчас я ничего не могу сделать со звуком но будем надеяться более-менее ну хорошо давайте так включите новости да давайте я вам включу сейчас новости если вы хотите видеть их в на мерополисе вконтакте я вам просто рекомендую посмотреть новости в в кабинете хотя в принципе вам тоже здесь я рекомендую новости смотрите в кабинете у меня просто нет сейчас времени уважаемый значит геннадий кто а выключите а стоп 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 а кто там включил новости сейчас мы все выключим и это выключим всякие новости все выключены значит у вас там что-то откуда-то идут новости у меня больше их нет а все спасибо так значит смотрите дорогие друзья мы немножко отвлеклись время уже прошло что мы сегодня будем с вами делать о чем я хотел с вами говорить ну традиционно к новостям к информации как к этому относиться значит что касается текущих сведений это даже не новости это просто отображение процесса в котором мы все находимся я по воле ну как бы волей того что как бы этим проектом серьезно занялся нахожусь несколько ближе к достаточно определенному количеству информации и стараюсь делать информацию сам говорю за ту информацию которую я делаю сам значит по этой информации вчера весь день ушел у нас с Энэка Анжаны в Риге мы работали в Риге там были наши партнеры и что самое ценное поэтому можно сказать вы можете догадаться что основной или одной из основных целей поездки было рано утром выехал поздно вечером практически уже на другой день я вернулся обратно целью была естественно подготовка адресного проекта работа там команды в Риге вот есть целый ряд вопросов ну естественно у каждого проекта есть свои нюансы но нам несколько легче потому что мы работаем в определенном тандеме ведем таллиннский проект подготавливаем его и параллельно что успеваем делаем в Риге но суть не в адресном проекте пока потому что там много интересных вопросов сама подготовка она уже дает возможность как бы нахождение достаточно интересных решений я сегодня об этом говорить не буду просто хочу сказать что в процессе подготовки в Таллине в Риге были найдены интересные решения которые отличают проект адресный и я рекомендую всем это понять и принять что адресный проект когда мы говорим о транспортном проекте мы не говорим о движении с точки А или из города там одного в город другой или с точки пункта станции такой-то в станцию такую-то как это происходит на других видах транспорта на трамвае там ничего другого нет есть рельсы есть вагон есть вагоновожатые в лучшем случае могут кстати на значит трамвае или или на определенных видах транспорта и в метро уже давно могли высидеть роботы в принципе нечего с ними лезть на дороге об этом тоже кстати был вчера разговор вот но мы нашли интересные вещи что кроме этого проект адресный проект сковей инновационного транспорта нового поколения его надо рассматривать в контексте сопровождающих его проектов как то что это может быть и должно даже быть в первую очередь это надо смотреть какие виды транспорта были бы заинтересованы в сотрудничестве и они жизненно становятся необходимыми если мы из точки А передвигаемся в точку Б то по всей вероятности на вот в нашем понимании и когда мы рассматриваем это мы решаем какое-то бутылочное горлышко или узкое место в транспортной схеме транспортной структуре конкретного региона там или города или района или надо речку преодолеть а мостов нет строить дорого долго и так далее и все равно ты не решишь мостом эту задачу потому что у моста есть своя определенная нагрузка и ограничения бутылочное горло на въезде в мост с одной и с другой стороны его никак не решить хоть десять дорог сделать нужно просто второй, третий, пятьдесятый мост ставить тогда может быть будет более как-то все но тем не менее есть проблемы в детали не будем вдаваться самое интересное то что сопутствующим бизнесом вот сейчас все больше и больше становится ясным являются парковочные центры в точке А в точке Б вот между на двух станциях если она они достаточно так называемая одна станция А она накопительная и станция Б накопительная как с одной стороны так и с другой стороны а в Риге так и есть одна сторона реки и другая сторона реки да речку преодолеть в Таллине это старый город и узкое место между морем и Гвинтом где находится питьевой воды озеро над головой сорок шесть или сорок два метра над городом вот все дальше некуда вот это узкое всего пять километров отсюда надо чтобы а длина города двадцать восемь километров уже и отсюда надо вот с одной части города в другую узкие места везде поэтому из А в Б проехать значит в А и в Б должны быть некие транспортные другого транспорта накопительные обслуживающие центры и больше всего машин и здесь и там это машины частные ну или фирменные машины люди по одному по двое ездят пытаются проехать это всем знакомо известно и чтобы попасть куда-то толкаются по улицам но в варианте между точками А и Б мы решаем если это скайвей какой-то вид транспорта городского вот вплоть до юнибайка почему бы и нет то в точке А и в точке Б в этих пунктах имеет смысл строить парковочные центры парк и драйв но что дальше ты проехал оставил свою машину в точке А приехал в точку Б дальше что да хорошо если точки А есть трамвай сел в трамвай уехал куда тебе надо не совсем удобно если ты приехал поэтому похоже похоже шли переговоры говорили на эту тему и чувствуется что будет поддержка это типа так называемые решающие платформы типа Uber типа значит других таксо таксофирм и приложений они очень заинтересованы поменять свои машины на электромобили с водителями и ты уже по смартфону заказываешь себе поездку дальше из точки Б отправившись или еще даже не отправившись а запарковавшись в точке А причем найдены очень интересные и сейчас проектировщики работают над очень интересными парковочными решениями очень компактными и так далее и вот это есть я сильно распространился сейчас много рассказываю это есть комплексное решение или решение смежное это кластерное решение вопроса то есть гроздь кластер это гроздь в нее соединяются все заинтересованы и вместе возникает не какая-то одна ягодка а возникает вместе совместный продукт который абсолютно разно отличается от того если это одна ягода а это уже гроздь это или как можно сравнить с веником один пруд или целая горсть прутьев сила совершенно синергия возникает дорогие друзья это очень важно об этом мы говорили вчера в риге но что еще интересно мы встречались с представителем латинской америки очень известный житель но он по родителям является латышом и он академический имеет очень хорошие академическое прикладное образование и практику вот и преподавание имеет хорошую практику и мы договорились что начинаем разрабатывать специальную программу а где-то надо начинать специальную программу обучения и ознакомление студентов одного из крупнейших университетов в аргентине именно основам скайвей нам самим это трудно делать это надо сделать в сотрудничестве с владельцем технологий но подготовки или заготовки уже есть и к этому мы можем и будем тоже приходить вот теперь что еще очень важно опять-таки шла беседа с значит с репортером или вернее с человеком который пишет различные значит статьи он имеет хороший доступ и в теле и в значит телеканалы и в каналы медиа значит масс-медиа и другие каналы и он заинтересован он ознакомился уже он где-то около месяца ознакомился с самим скайвей с технологией он заинтересовался он стал инвестором не вчера раньше уже да вот но он поддержал идею что смотрите многие тоже из вас тоже задают вопрос как что вот на нас там напали там кто-то обозвал там какой-то значит информационный источник говорит что это все разгильдяи или это все лгуны это все значит надуватели и так далее что как мы можем на них не надо надо просто адекватную информацию подавать с другой стороны и вот такая задача была вчера поставлена сделать и причем начинать надо не с технологий а надо начинать с того где тонкие места а друзья у вас есть альтернативы а вот а ну хорошо на стадии значит сертификации находится skyway но давайте будем его рассматривать а что такое skyway и вот он в таком контексте вот таком подходе можно об этом и нужно рассказывать и это касается не только Риги это везде и в Таллине то же самое мы делали и в Таллине просто беседовали в телевидении прошлой осенью значит вы об этом уже знаете и слышали кто более подробно ну вернее более часто и системно смотрит и слушает вебинары была передача на целый час почти когда задавал ведущий задавал нам вопросы мы с одним молодым студентом тоже он инвестор значит очень активный доброволец можно сказать где-то во многих делах вот с ним беседовали объясняли получилось они говорят что там столько как бы запросов на эту информацию было то есть люди интересуются развивается среда в которой мы живем или нет вот поэтому это очень важно знать этим важно пользоваться дорогие друзья вот и значит вот в основном все основные такие моменты причем что еще хочу сказать что сейчас идет это к этому обязывает подготовка адресных проектов которых мы говорим это касается адресных целевых адресных проектов дорогие друзья и наших целевых ориентаций что здесь написано кстати на нашем заставке вот обязывают тому чтобы искать ключевых инвесторов есть вопросы часто задают вопросы в чатах что скажите пожалуйста что вот сказать инвестору а вот он пошел в интернет нашел там статью какого-то там значит блогера который там облил грязью если не сказать хуже да вот помоями и весь всю эту систему да заказная работа ну что поделаешь вот и он не хочет больше ну не хочет не хочет придет другой инвестор понимаете но надо самим знать не бояться этой информации знать что говорить почему и как и поэтому кроме того нужны ключевые инвесторы вы понимаете люди ну такова порода такова природа человека что люди ориентируются а ты смотри вот этот сильный вот этот боксер там или вот этот очень богатый человек поддержал да поддерживает проект видать что то есть ведь они не дураки богатые люди да давай ка я по методу подобии или по по образу и подобию тоже поддержу видимо значит в этом что то есть не разобравшись только этот фактор зачастую даже может сработать и поэтому но это в одну сторону в другую сторону очень важно делала делая размещение или же размещение на значит крипто размещения на основе блокчейн или делая какое-то другое финансовое размещение под проект есть еще инструменты да смарт-контракты и прочие дела делая под проект финансирование адресного проекта хорошо иметь и нужно иметь одного двух кому сколько удастся ключевых инвесторов что такое кто такой ключевой инвестор это человек который уже проявился его общество знает он уже со скандальными может быть связан с различными другими моментами зачастую же ведь так бывает что из десяти проектов срабатывает один и вот начинаешь смотреть оказывается ага вот у него это удалось это удалось это не удалось это не удалось здесь он обанкротится тут еще но сегодня он все равно является активным инвестором у него проекты работают и ничего страшного нет и его можно спокойно привлекать но его надо еще и заинтересовать с одной стороны с другой стороны сделать его сторонником и есть разные нюансы как его можно привлекать как его заинтересовать но эту работу тоже надо вести это очень важно так пока вопроса нет слава богу поэтому пойдем дальше и по очереди начнем сейчас тогда смотреть что я вам еще кроме этого хотел сегодня сказать значит смотрите это наша знаменитая не дающая нам спокойно спать блокчейн значит криптовалюта и прочие дела блокчейн технология на основе блокчейн и просто хочу вам сказать что вы различали такую вещь я какое-то время тоже это забыл вот мне опять попалась книга я в книге посмотрел хочу с вами поделиться надо очень четко понимать что есть блокчейн 1.0 и это валюты валютные проекты и электронные деньги потому что большинство из нас и я в том числе бывает что тут греха таить говоря блокчейн значит путаю и тот партнер или люди которые меня слушают не могут понять и каждый понимает по-своему что и получается зачастую поэтому значит очень четко надо говорить говорим ли говорим о блокчейне 1.0 значит это валютные проекты то есть так принято разделять да с чего начинали валютные проекты и электронные деньги не надо говорить что это блокчейн 1.0 или еще что-то просто надо знать что есть так называемые сферы использования или скажем применения этой технологии блокчейн 2.0 это уже более развитая или она более углубленная это контракты на будущие услуги смарт-контракты их можно называть их использовать там у этого есть свои свои механизмы скажем так взаимоотношений юридические правовые и так далее правовые и организационные финансовые причем это финансовые приложения для работы с различными финансовыми инструментами с акциями там с облигациями с умными активами кто-то сейчас сидит по ту сторону экрана здесь и по из ту сторону экрана там в каналах значит и думает а как это касается нашего дела будем говорить об этом еще будем говорить есть вопрос выплаты на дивиденды от доходов всех адресных проектов будут распределяться на 120 133 миллиарда акций да правильно да 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 на 133 дорогие друзья на все акции которые будут в обороте а их все всего 133 миллиарда там с чем-то миллионов блокчейн 3 3.0 это приложение работающие за пределами вне денежных расчетов потому что блокчейн практически он очень ну скажем это защита это крипто защита на основании криптования крипто это есть безопасность то есть обеспечение безопасности это построение различных значит систем управления в различных сферах многих отраслей в первую очередь для учета и без возвратной идентификации то есть что значит безвозвратная идентификация как значит что написано блокчейн то как бы не вырубишь топором и ничем другим, условно говоря, упрощая и утрируя. Поэтому вот это очень важно, и это уже не касается даже денежных, поэтому не всегда блокчейн четко свяжен, прямо и даже косвенно иногда он с деньгами никаким боком не связан. И вот я осмелюсь себе высказать такую, может быть это крамольная, может быть и не сильно крамольная вещь. Где-то вот мое, как у Сибирякова есть бабушка, у меня есть свое чувство такое, я свою бабушку уже не помню. У меня у самого есть, я сам уже дедушка, и у меня есть такое чувство, что будет у нас и блокчейн, и мы, и то, о чем я сейчас буду говорить еще, происходит изменение, мы находимся и являемся свидетелями рождения блокчейн 4.0. Это напишет наше КБ, потому что принято решение Анатолия Эдуардовича, персонально, мудрейший человек, персонально принято решение, что да, это очень важно, и этим надо заниматься КБ. Я абсолютно согласен, обоими руками голосую за. Понятно, что ваши выступающие очень, конечно, знают, что такое блокчейн и криптовалюты. А глубоко Григорий, Григорий кто там, ну в общем Григорий, вы знаете, а зачем наша задача не очень залазить в блокчейн, значит, и разглагольствовать, что такое блокчейн, что такое криптовалюта. Это не очень существенно сейчас. Мы знаем, что есть. Ведь вы летаете на самолете, используете услугу самолета, вы не знаете всех нюансов, всех тонкостей самого самолета, систем управления самолетом, принципов технологий самолета. Поэтому не надо здесь бежать, значит, и кричать, что вот мы тут все большие специалисты. Если кого-то интересует, в том числе вас, Григорий, блокчейн, как говорится, вам флаг в руки, отлично. Есть вещи, которые надо знать только на уровне определенных системных элементов и понимать. Этот элемент, не зная, что там внутри, это модуль для нас. Мы можем здесь использовать или нет. Все, больше не надо. Мы пришли в такое время жизни и я этого следую. Поэтому вот примите это как есть. Теперь пойдем дальше, дорогие друзья. Я возвращаюсь обратно к тому, о чем мы говорили. Я разглагольствовал здесь. Сейчас эта схема меняется. И я скажу, в чем и почему. Смотрите, здесь я покажу. Запуск платформы Transnet. 2018 год планировался. Программа, прототип комплекса Transnet и так далее, и так далее. Поквартально. Мы находимся сейчас в третьем квартале. Интеграция с оборудованием в ЭКТП и так далее. Вот как раз на этом этапе выяснилось, что нужно приоритеты менять. И не, значит, платформу не ориентировать на какие-то криптоприложения, там, на обслуживание, значит, размещение токенов. Хотелось это делать. А несколько на блокчейн 3.0. И готовить 4.0 фактически. Работы на 4.0. Поэтому здесь произошли определенные сдвиги. И это надо учитывать. И сейчас мы немножко, пару условий об этом скажу. Смотрите, что у нас здесь есть. Запуск платформы Transnet. Вот все, что фиолетовым красиво показано. Идет, ничего сильно не меняется. Ориентация только в хорошем смысле этого слова, значит, несколько другая. Идет основательная проработка платформы Transnet. Она будет в любом случае, здесь видно, да? Смотрите. Здесь видно, что она будет в любом случае идти. С одной стороны, она будет идти дальше проведения публичных предложений, новых проектов на базе. Она будет. Запуск первых такими тоже будет. Но сейчас это идет целевая постройка платформы в КБ. Понимаете, да? И это будет идти до 2019 года, будет сдача в эксплуатацию платформы Transnet, но уже готовой к тому, о чем мы говорили. Но впереди паровоза или паровозом сейчас будет в этой части проекта будет именно разработка так называемой управляющей части Transnet 3.0. В основном кое-что уже подготовлено в другой части, но параллельно, дорогие друзья, параллельно слева вы видите подготовки и апробация первых пилотных крипторазмещений на легальной базе. На простой базе, не на, значит, если вы спросите на какой платформе или на какой основе, это будет принято в каждом проекте отдельно. А там от многих факторов это зависит. То есть мы пока не используем свою платформу и делаем это очень простенько. Для нас сейчас не платформа важна, для нас важен процесс, скажем, обслуживания адресных проектов. Мы уже не можем сидеть и ждать. Понимаете, да? Потому что все есть. Можно и нужно начинать. И малых проектов. Большие проекты, они сами по себе зреют, и об этом вы услышите, когда наступит время. Мы сейчас говорим о небольших пилотных проектах в Таллине, в Риге. Особенно сейчас говорим в Сан-Бернардино. Но об этом еще будем говорить отдельно, это не моя тема. Запуск первых токенизированных адресных проектов через пилотные крипторазмещения. Это все, вот здесь видно, Q4, четвертый квартал 2018 года. Видите, здесь наверху, наверху здесь 2018 год. До 2019 года это будет. И фактически сегодня можно сказать, что вот мы еще сегодня смотрели тут графики и прочее. Есть абсолютно основания полагать, что сдача в эксплуатацию первых токенизированных адресных проектов продойдет в 2020 году. А так называемый запуск строительства начнется в 2019 году. Вот этот запуск, он здесь начнется, строительство будет происходить в 2019 году. Сейчас все делается, в четвертом квартале запускается, осуществляется вся эта финансовая проработка и так далее. И поэтому то, что я говорил в чате, и мои прогнозы, мои предположения, это связано с тем, что мы сможем подготовить и выходные дни еще раз прорабатывали. Похоже, есть юридические зацепки, когда на базе вот этих проектов можно создать основу, то, о чем Алексей очень скромно и мало, и это хорошо и правильно намекал в свое время. Вот, о открытии направления именно возвратного приема акций, покупки, но не в больших объемах, потому что определенно, говорю, то есть, иными словами, скажем так, Похоже, появляется возможность получить средства, осуществить процесс таким образом, что никто, ни один финансовый регулятор, добрый и недобрый человек или чиновник не может сказать, что, о, друзья, это пирамида. То есть, это будет сделано и можно сделать за счет определенного процента прибыли, которая вот в этих проектах осуществится, как и что, будет время, будет пища. Значит, вот столько по этим проектам. Есть сведения, какая часть 12 этапа закрыта и когда следующий этап? Ну, Светлана, вы знаете, ведь, как вам сказать правильнее, 12 этап это, и вообще каждый этап, это не небольшая комната, это не вагон, это не какой-то кумб, это процесс. И ревизию, это знаете, что вот, это же ведь, мы сели, вот на полке у нас стоит товар, мы посчитали, ага, вот столько у нас есть, столько здесь, столько здесь, значит, и все уже есть. И мы можем сказать, вот такая часть у нас осталась, такая-то часть продана, понимаете? У нас идет процесс инвестирования, может быть, для кого-то покажется, что я разглагольствую, но послушайте мне внимательно и постарайтесь понять. Ведь, что такое, значит, можно сказать, что посчитать, сколько проинвестировано, так, но мы все знаем, что если говорить формально, то надо 25 миллионов на 12 этап, его и их еще нет. Дальше, значит, есть определенные соглашения, но еще денег нету на определенные суммы. И вот как сегодня считать, значит, если посмотреть, прикинуть эти соглашения, то мы уже и в 13 этап, вот так уже где-то, в 13 этапе 25 миллионов тоже. То есть вы знаете, да, что каждый последующий этап 25 миллионов, и они нам понадобятся, независимо от того, где бы эта высокоскоростная не строилась, понимаете? Потому что проекты сделаны, их привязки даже уже где-то начатые делаются, вот, и их надо делать. Хотя это не самое главное, и об этой технологии высокоскоростной мы еще тоже сегодня поговорим. Поэтому Сибиряков обещал выкупить доли по цене приобретения пакета. Ну, если он вам обещал, Вальдемар, как говорится, пожалуйста, нет ответа, сколько? Пишите, если он обещал. Понимаете? Это к нему, пожалуйста, Вальдемар, обратитесь. Я ничего не знаю, я не знаю, с какого, и, скорее всего, вы его неправильно поняли. Я сейчас не буду это комментировать, тут есть мысль, что он мог говорить, а вы поняли, что кто-то, и об этом мы тоже сегодня, кстати, поговорим. Есть такой пункт тут у нас в теме. Я уже не продвинулся еще дальше, но вот, то есть понятно, что, друзья, с платформой, и это очень важно, очень важно учитывать. Теперь, смотрите, вот теперь мы как раз плавно и пришли к тому, что я хочу вам сказать об информации, о том же самом, той же самой информации Сибирякова. Вальдемар, слушайте меня внимательно, я надеюсь, вы как бы войдете и поймете, о чем я хочу вам сказать. Что информация для настойки долгосрочной, а не сиюминутной эмоциональной. Вы понимаете, вот информацию подаем, к ней я прошу и рекомендую так относиться. Ведь мы имеем дело с вами, друзья, с венчурным проектом. Это что такое венчурный проект? Это новая технология, много инновационных решений, причем целый ряд решений, начиная проект еще и даже трудно было предположить. Например, Unibike. Да никто вообще не думал. Три месяца было противостояние этому делу. Понимаете? А потом вдруг посчитали, прикинули, выяснилось, что очень рациональное решение. Криптораспределение или технологии, будем так сказать, использовать технологии блокчейн. Кто об этом думал? Где-то когда-то Юницкий еще в 80-е годы прошлого века сказал, что будут решения. Но он не вдавался в подробности. Если сегодня, знаете, как Настердамуса сегодня трактует, то можно вполне понять, что он предполагал, что будут электронные специальные возможности криптования. Хотя криптование было всегда, но было еще и в позапрошлом веке уже было криптование. Только основы были другие у него, у этого процесса, у этой технологии. Поэтому абсолютно правильно. Есть факторы, различные факторы риска. Есть ожидания. Вот венчурный проект. Мы в нем находимся. Поэтому сегодня, задавая мне вопрос, я понимаю, почему люди задают этот вопрос. И мы об этом тоже слегка скажем. Подача информации. Сибиряков подал информацию. Теперь я его слушал. И какие я хочу сделать решения или какие мои ожидания? Я к этому приду еще. Твои мои, ваши решения от принятия и подачи информации. Для кого-то эта информация была... А, Сибиряков говорил о том, что можно рассчитать так, чтобы было. А человек... Я не хочу сказать, что так и было, значит, Вальдемар. Но вы услышали. Вам надо или кому-то надо было действительно продать и более-менее в его рамки понимания это вписываться. Он говорит, о, продажа. Все. Значит, что подавать надо очень правильно понимать. Потому что для принятия решения и подачи информации нужно знать, что услышать, что стараться слышать, что понимать и так далее. Зачем? Для кого-то это для знания. Для большинства должно быть для знания. Для понимания. То есть и для использования. Потому что просто так понять, сидеть и смотреть в потолок. Использовать. Это значит, надо вставать в активную позицию. Но, естественно, все это служит для поддержки иммунной системы инвесторов. Что такое иммунная система инвесторов? Это и есть, что... Значит, это примерно то же самое, что если я правильно принимаю, умею, скажем, правильную ячейку поставить информацию, к ней относиться трепетно и заботливо к этой информации, то для меня это поддержка. Я не так реагирую и уже не расстраиваюсь. Ой, все развалилось. Ой, вы знаете, там Юнибус врезался в трактор. Все, кирдык. Проект закрывают. Понимаете? Ведь как? По-разному можно принять информацию. А Альвиницкий говорит, да что вы, ребята. Жаль только, что водитель, значит, ну не пострадал. Но, слава Богу, что не сильно. Пострадал очень сильно трактор. Но Юнибус тоже получил вмятину там. Вот. И все. И эту информацию можно по-разному принять. Принять решение. Значит, она и для знания, она и для понимания, она и для поддержки иммунной системы инвестора. Андрей, когда же вы наконец-то для инвесторов конкретные высказывания сделаете? Андрей, а каких вы конкретных высказываний так сильно ждете? Что, например, Маслову там или Юницкий, да что Маслову? Чтобы Юницкий встал и сказал, друзья, завтра, ну не будет такого. Не надо иллюзий строить. По выплатам. Не надо. Кто там говорит по выплатам? Народ в чатах возмущается. Народ самый говорит. Закройте эту тему о выплатах. Понимаете? Зачем об этом говорить? Сейчас я еще об этом скажу, немножко с другого ракурса. Я вот прямо как чувствовал, что идет бардак везде. Ерунда полная. Кончайте себя, значит, заводить и людей заводить. Венчурный проект, посмотрите. Это не пирамида. В пирамиде может сказать, наврать человек или команда, или кто-то, и сказать, ребята, через два года, или через месяц, наступят эти два года. Развалили все и разбежались. Мы не туда пришли. По 12-й годам получить передоплату 10% предзаказа на 5 миллиардов уе. Не слишком большая сумма. Золотовалютные резервы Беларуси. Ну да, это так, размышления. Вальдемар. Есть ли уже успехи в выполнении данного плана? Саша, Беларусь сейчас составляет. Не знаю, кто такой план. Мне же с Береговым не отвечает на эту тему. Сказано 06-06. Ну, вы к нему обратитесь. На его вебинаре спросите у него. Я не знаю, в каком-то контексте он это говорил. Мне тяжело даже комментировать это просто. Я информацию принимаю. Я не знаю, что с ней делать. Я просто пока откладываю на полочку, что где-то опять идет какой-то сбой по информации. По крайней мере, я это так понимаю. Значит, иммунная система инвестора. Как я использую? Осознанно или неосознанно? Эмоционально или неэмоционально? Кому-то нужно постоянно эмоционально, как, знаете, как будто на футбольном матче. Забивают голы или не забивают? Есть острые ситуации. Вроде хорошо. Мы не на футбольный матч, дорогие друзья, пришли. Хотя футбольный матч тоже своего образа, своего рода венчурный проект, если мы ставки делаем на футбольный матч. Понимаете? Вот и есть подсознательно. Подсознательно тогда использую, если я открыт к благим, ну как бы мыслям. Я, ведь квантовое пространство принимает все, что мы думаем, друзья. Не буду удаваться в подробности. Кто знает, тот поймет, кто не знает. Ну что ж, примите информацию, поройтесь, узнаете. Подсознательно, если я принимаю, откладываю и отношусь благостно, отношусь конструктивно к этому делу, то происходят определенные квантовые изменения и настройки, которые влияют в пользу. Если я начинаю подсознательно или сознательно, осознанно выстраивать разные, так называемые, кривые проекты, кривые решения, то добавляется потенциал на другую сторону весов. Вот так мы и качаемся, дорогие друзья. И поймите правильно, мы находимся сейчас вообще в такое время, в такое передвигаемся, что все очень непросто. И теперь об информации, вот мне, когда я эту тему думал, не знаю, удастся ли мне вам ее изложить, но вы понимаете, вот что такое информация и как к ней относиться? Мы привыкли к тому, что нам много основательно нужной информации, тогда мы довольны. И вот у меня такое сравнение, я человек сравнений, иногда они удачные, иногда нет. Ну посмотрим, как это сравнение. Вот мне представилось, что в море были ли тонну розового какого-нибудь масла или воды, розовой воды, она пахнет, благоухает. Какое-то мгновение там люди посидели, благоуха она была, потом она растворилась, и ничего нет. И теперь представьте, в море, опять-таки, то же самое море, в мировой океан, море это элемент капля мирового океана, одну каплю структурированной, благой воды капнули. И вы не представляете, это опять-таки квантовый закон работает. Все, весь мировой океан получил эту каплю. А казалось бы, капля, всего одна капля. Теперь, если я настроен правильно, в хорошем смысле, если я ориентирован на конструктив, на созидание, то капля, 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 и это касается информации. Я собираю капли не той информации, как тут, которую я хочу услышать, а той информации, которая несет в себе благую весть, а не предположение, а реальную информацию. Есть информация просто сказанная, есть реальная, привязанная к действиям, к результатам и к прочему. Поэтому надо всегда мерки ставить, свои так называемые вехи и оценивать. И не надеяться на то, что кто-то там Сибиряков, Маслов и тот же Юницкий что-то сказали. Понимаете? Есть реальные вещи, и на вещи надо, и на всю систему, на все надо смотреть достаточно реально, дорогие друзья. Вот надо об этом говорить вам. И дальше я позволю еще пройтись по этой теме. Информация для настройки долгосрочной, а не сиюминутной. Понимаете? Опять сравню с футбольным матчем. Приятно, хорошо, забили или промахнулись. Ну, эмоциональный взрыв был, все. Это не то. Да, кто-то сказал, Сибиряков сказал, вот будет все, я загорелся, сейчас продам, я уже там машину себе в уме покупаю, или там затыкаю дыру, может быть лечу родителя, или там ребенка, или брата, или родственника какого-то. Все правильно. Но прикладывайте эту каплю в нужное место. Капли с благой информацией нужно собирать по капле и настраиваться самому на это. Помогать другим, передавая эту информацию, а не придумывая и не передавая кривую искаженную и не разливая розовую воду. Понимаете? Пример. Значит, я вот написал красным цветом здесь, здесь всех есть он. Смотрите, что получается. Что концепция высокоскоростного транспорта и уточнение к этому. Ведь я в том числе, я в том числе, дорогие друзья, себе построил такую модель, построил, понимаете? И теперь есть два подхода. Какую модель я построил по высокоскоростному транспорту? Я представлял и, как правило, рассказывал, что это мощный до 500 человек. Ну, всегда хочется танк видеть двигающийся, да? До 500 человек юнибус, мощный юни-кар или юни-лед, юни-лед, и даже так называют, да? Это 500 человек, несутся со скоростью 500 км в час на дальние-дальние расстояния. Но развенчал Анатолий Дарвич мои мечты в этом плане. Он нигде не говорил об этом, что такие будут ездить. Да, вы скажете, нарисовано. У меня за спиной там есть, видите, даже если вы посмотрите на этом плакате, есть такой большой юникар. Вот он как раз у меня тут, вот, пардон, с этой стороны. Значит, есть такой. Но это как визионирование. И что выясняется, что абсолютно рационально. Ведь, представляете, сегодня набить этот юнибус, юникар, или, извиняюсь, юни-лед, да, может быть, будет удаваться. То же самое касается и городского транспорта. И та вот логика, тот расчет, который есть в информационном канале в кабинете, да? В кабинетах, в личном кабинете и на сайте головной компании РСВ, да? Да, вернее, в первую очередь даже у Анатолия Двардовича на его личном сайте. Что расчет показывает, что рационально решать объем перевозки пассажиров не совсем. С грузами это не совсем так. Хотя и с грузом есть нюансы, да? Вот, у грузов есть определенные ограничения. Ведь вместо того, чтобы перевозить в одном, условно говоря, вместо того, чтобы перевозить в одном здоровом юни-лете 500 человек, ту же самую задачу с меньшими затратами можно решить, если это сделать 10, скажем так, ну даже не 10, а 5, ну 5, 10, 6 между этими юни-летами с меньшим объемом. И, откровенно говоря, Анатолий Двардович правильно, вот знаете, мне это очень нравится. Не потому что это Анатолий Двардович сказал, а просто я начал думать опять-таки конструктивно и, значит, я так надеюсь, по крайней мере, что созидательно, что действительно 5-6 человек это самый удобный, самый комфортный, самый менее, значит, не требуется такая мощная транспортная структура или путь, путевая структура, значит, и много-много других вещей для передвижения, но промежуток между отправкой транспортных средств может быть до 1 секунды, менее до 1 секунды, до 2 секунды. И это значит, что из-за эту секунду первый вылетевший уже далеко, следующий выходит, и между ними образуется не, то есть достаточно безопасное расстояние, и позволяет точно таким же чередом они приходят в конечный пункт назначения. То есть концепция как бы корригируется в процессе, понимаете, это пример. И вот теперь как это принять? Теперь я пойду и скажу, что Анатолий Двардович, вы же вот смотрите, нарисовали какой 500 мест на это самое, ну как так? Я собирался там большой компанией лететь, значит, а сегодня вы мне говорите, слушайте, Маслов, надо с семьей лучше ехать или с компанией друзей. Ну ладно, хотите 10-местный, делаем вам 10-местный юнилит. Понимаете? То есть здесь надо, вот понимаете, дорогие друзья, вот это отношение. Значит, в очках, в очках, точно. В очках все видно, что проект работает. Правильно, Гульнара, я согласен с вами. Значит, я немножко себя стужу сейчас, я разошелся. Для 500 человек слишком тяжело. Конечно, конечно, Сошникова, Олег, вы умница. Абсолютно. Вот мне нравится, как развивается Олег Сошников. Он, одно время я его хотел даже ища-то. Но человек относится, это хороший пример. Когда-то я об этом поговорю более подробно, друзья. Спасибо, Олег. Значит, Вальдемар, мне кажется, идет дискуссия, не буду сейчас вмешиваться в вашу дискуссию, друзья. Пойдем дальше. У нас уже времени не слишком много осталось. Будь настроен, ты настроен на деньги, на получать, он настроен на возможность зарабатывать деньги. Я настроен на то-то, то-то, сейчас расскажу. То есть, понимаете, обычно люди слышат и хотят настраивать свою информацию под то, на что они настроены. Это, кстати, к разговору о Сибирякове, о моих каких-то предположениях, о информации, которую мы видим на плакатах и так далее. Если ты, уважаемый человек, настроен на деньги, на получать, то ты и ждешь, и ищешь, где, кто проронит слово про то, чтобы и когда ты получишь. Я понимаю, что разные причины есть. Я просто говорю о том, что есть и люди, которые спят и видят. Блин, я вложил 100, я должен, вот убьюсь, но я должен получить 100 как минимум обратно, и еще плюс немножко в кепочке. Вот тогда я буду спокойно спать. Получите, получите больше, не волнуйтесь. Понимаете? Он, например, настроен на возможность зарабатывать деньги. Вроде казалось бы, тоже на деньги настроен. Я потом о себе тоже еще скажу. На зарабатывать деньги. Он настроен, он смотрит, ага, можно проект запустить, можно информацию подготовить, можно структуру, в конце концов, создать. Создать свою команду. Это свое предприятие создать. Понимаете? Хотя он тоже на деньги застрен. Я настроен. Я тоже настроен на деньги. На деньги, чтобы были бы деньги за проектом. Понимаете? Чтобы проект начал работать. Проект. Что я подразумеваю под проектом? Под проектом я подразумеваю, экотехнопарк был бы сдан в эксплуатацию. Технология сертифицирована в своих основных частях. Потому что ее все равно надо в каждом государстве дополнительно делать ей привязки. Или, ну, можно так сказать, дополнительные маленькие досертификации каких-то элементов. Это мелочевки. Но все равно придется основное, чтобы это было сделано. Я настроен. А что? Для чего? Что мне для этого надо? Мне нужно понимание процесса. Многих вещей. На сроки. Понимание сроков. Что они могут отодвигаться. Прогнозирование этих сроков. На опережение. На отставание. На новшество. На влияние новшеств на благо проекта. На влияние различных осечек на благо проекта. Понимаете? Вот. И что такое реализация проекта? Это всплеск проектирования. Это просто Анатолий Дарьевич говорит сегодня, что уже 750 человек. Уже проектировщиков не хватает. И когда я задал ему вопрос, Анатолий Дарьевич, что самое важное? Он сказал деньги, потом подумал. Говорит, вы знаете, скорее всего, кадры. И я его вполне понимаю. Кадры, дорогие друзья, это самый основной ресурс. Даже не деньги. И от этого зависят наши деньги. И твои, и его, и мои. Понимаете? И старт строительства после всплеска или за всплеском проектирования идет параллельно. За этим идет старт строительства и доходность. И мы все ориентированы на деньги. И это надо понимать. Или билет. Где он возьмет свой сертификат? Так. Вот такие мысли меня одолевают, дорогие друзья. И вот теперь про кадры еще раз, чтобы вы понимали. Здесь тоже есть некоторые нюансы для понимания. Сибирь Иванович сказал абсолютно конкретно. Думаю, спикер того уровня должен отвечать за свои слова. Но спросить у него, Светлана, абсолютно, да? Я ничего не могу сказать. Я здесь не рефери сейчас. Мне надо абсолютно все знать. И суть сейчас наша не в этом, дорогие друзья. Подумайте о том, что я говорил про информацию. Я боюсь, что рыльца в пуху тут у нас у всех. Поверьте мне. Мой возраст позволяет это сказать. Тролль. Вальдемар, тролль. Все. Сгинь, тролль. Значит, смотрите. Я тоже так думаю. Мне говорили, что специальные дурацкие сбросы. Я не думаю, что Сибиряков так мог сказать. Я даже уверен, что он так не мог сказать. Ну да ладно. Суть не в этом. Обучение. Кадровый резерв это очень важно. Вот он кадровый резерв здесь. Но есть обучение навыкам, прочим делам. Но есть личностный рост. Это очень важно. Но что я хочу сказать в этом отношении здесь вам, друзья. Что кроме адресных проектов, которые здесь обозначены. Видите направление первое, второе, третье, четвертое. Здесь вы видите направления какие могут быть. Вот они. Адресные проекты это только одна сфера, в которой надо и можно будет делать обучение. И мы все больше и больше к этому идем. Но пока нет ни людей, ни денег, чтобы это массивно пойти. Создаются юридические разные решения. И мы идем. Поверьте, этим занимаемся. И очень основательно. И есть сейчас решение, как это дать и запустить фонд, который начнет этим с утра до вечера заниматься. Далее смотрим. Это кадровое решение. Поэтому вот здесь есть возможность. Смотрите. Что есть возможность. И нужно, чтобы тут разные направления быть. Например. Адресный проект направления. Да, видите здесь наверху. Это направление, которое есть. Но если бы я сегодня подготовился и начал бы вам раскрывать создание поселений и линейных городов, они уже тоже недалеко. Два года. Максимум два года. В эти два года мы уже придем к этому. Нам надо будет очень серьезно в этом направлении работать. А не имея специалистов, привлекая сюда тех администраторов, тех чиновников, которые сейчас работают в старых системах социальной социума. Это значит взять, загубить свое поселение и свой линейный город. Понимаете, да? То есть много чему надо учить. И здесь надо, специалисты должны будут, какие тут три направления, четыре направления. Вот в этом, я думаю, даже больше, чем пять направлений. Я не буду сейчас просто спекулировать и здесь что-то говорить. И опять пошли. Здесь тогда будет написан не адресный проект, а будет создание поселений и линейных городов. И пошло. Третья ступень. Но принцип этот мы будем по всей вероятности сохранять. И вчера, как раз когда мы беседовали с профессором из Аргентины, он сказал, очень хороший подход к построению, модульному построению дополнительного обучения. Базовое обучение. Сюда приходят люди, вот сюда, сюда приходят люди, которые имеют уже вот здесь на входе базовое обучение. Они получают базовое образование, извиняюсь. Они получают дополнительно вот по этим блокам. Видите, здесь я вам тоже верну обратно. Вот видно, что люди приходят, которые получают только дополнительно, имея базовое образование, получают это дополнительно. И входят через это направление адресного проекта или же в направление того же самого, если сюда мы поставим не адресный проект, а будет здесь стоять у нас поселение, построение поселений линейных городов. А это не только строительство, дорогие друзья, это создание всей инфраструктуры этих поселений, этих городов, это экотехнопарки, это понимание не транспортной структуры экотехнопарки, а понимание других предпринимательских структур. Ведь кластеры создавать, много-много, об этом можно долго говорить, и сейчас не цель нашего вебинара. То есть кадровый банк, кадровый резерв надо делать, и его мы должны сделать. И он нужен, он жизненно необходим, дорогие друзья. И, наконец, то, что я говорил вам про платформу Transnet, ее создают, ее цели, задачи еще будут определяться. Но сейчас приоритеты поменялись. Приоритет именно построения платформы под блокчейн 3.0, в первую очередь они под 2.1, даже 0. Понимаете? А мы воспользуемся другой платформой, подготавливая целевый проект, мы этим воспользуемся. Я извиняюсь, вам не видно этого, да, вот вам видно теперь, да? Здесь платформа Transnet, другой платформой воспользуемся и можем идти дальше. Ничего не останавливается, все работает. Это создается, это остается. Мы работаем только на адресный, конкретный адресный проект. В данном случае, например, 2-3 адресных проекта, которые мы сейчас... Это пилотные проекты, которые они более... Ну, они маленькие, их можно быстрее запустить. На них можно опробировать и отработать целый ряд юридических, организационных и других процедур. Понимаете? Пониманий и так далее. Там еще можно, может, много чертей из этого самого, из коробка вылезти. Так что здесь еще тоже будет интересных моментов. Но, тем не менее, это надо делать. Видите? То есть, это создается, работает. Впоследствии, воспользуясь сейчас только платформой какой-то частной, какой-то другой платформой для нашего размещения, мы знаем, что у нас делается своя, и мы в дальнейшем будем пользоваться только нею. И это очень важно для меня, для вас, для любого из нас, знание на сегодняшний день. Вопросы. Полякова. Квантовая физика говорит, что на что обращать не надо. Да, правильно, Валентина. Молодец. Именно поэтому в вашей жизни, Вальдемар, и происходит раздрай. Ну, да, не буду Вальдемара этого самого, если он к тому же еще и тролль. Продолжайте свои... Так, здесь больше вопросов тоже нету, не вижу. Я позволю себе сегодня завершить нашу встречу, дорогие друзья. Я думаю так, что у нас много-много интересного впереди. Впереди, значит, наш экофест, впереди инотранс, впереди информация, которую мы будем получать. Относитесь, пожалуйста, к ней хоть немножко через призму того, о чем я вам сегодня говорил. Я над этим сидел и долго чесал свою лысую голову и думал. Я думаю, что я не очень уж сильно промахнулся, поделившись с вами. Я об этом еще буду говорить. Я желаю вам всем благополучия, процветания в душе, в теле и в обществе. Заботьтесь о себе. Это в первую очередь о себе. Возлюби самое себя, или говори, возлюби ближнего, как самое себя. Не любя себя, ты не возлюбишь никого другого и благо не сделаешь. Подумайте над этим. Желаю доброго здравия вам, вашим близким. Берегите себя и их, кто вам близки. Строй сковей, спасай планету, дорогие друзья. И мы это сделаем. И здесь мы останавливаем запись. Всего доброго. Строй сковей, спасай планету, дорогие друзья.